Подписывайтесь на наши каналы FGNR YouTube. Ссылки традиционно оставлю в комментариях под видео. Доброго всем! Сегодня у нас в работе ГБЦ Mitsubishi Gowan 2.0 аж 1980 года. На одометре этого автомобиля значится 79604 километра. Я так подозреваю этот пробег уже по второму кругу. Это вот такое авто. Фото машинки, естественно, взятое из интернета. Головку, которую привез в работу клиент, мастер СТО одного из ближайших к нам городов по имени Николай. Эта головка стоит на чистокровном японском праворульном Голландии. Данный автомобиль моторист СТО выкупил у другого человека, который и сам-то его приобрел накануне у столичной дамы Бальзаковского возраста. И вот эта дама не одно десятилетие владела этим автомобилем. Историю происшедшей беды и, как всегда, поучительную я, как водится, расскажу чуть позже. Привез Николай к нам головку с самодельной плитой под опрессовку. Как оказалось, нынешний владелец пытался разобраться в проблеме и изготовил плиту самостоятельно. Сделал он ее из цельного куска толстенного металла, в нем вырезал окна цилиндров, также высверлил отверстия под крепежные болты. А вот в самой плите, напротив окна рубашки охлаждения, сделал отверстие с резьбой и вкрутил у него штуцер для подачи воздуха. Всю эту городуху через резинку он прикрутил к головке болтами. Такими же толстенными кусками металла и также через резину он заглушил подачу и отбор охлаждающей жидкости к головке. Однако, по большому счету, сделал он это неправильно. Владелец обжал не только окна рубашки, но и возможные места появления трещин, которые могли пройти от седла на рубашку охлаждения. То есть, в таком случае можно запросто пропустить какой-нибудь момент, где могла также произойти проблема. То есть, эти прорези нужно было делать гораздо большими. В идеале, немного больше, чем обжимные кольца цилиндров на прокладке. Всю эту городуху он кинул в корыто с водой, подал в воздух и самостоятельно выявил причину. Нашел, где в головке произошла разгерметизация. К сожалению, ремонт обнаруженной проблемы. В рамках своего ИСТУ он выполнить самостоятельно не смог. И за помощью приехал к нам. Привез Николай головку в скрученном состоянии, такой, как она осталась у него. Естественно, чтобы воочию видеть проблему и понять, как ее решить, я зарядил головку в опрессовочный стенд, подал в воздух и опустил ванну с водой, подогретой до 70 градусов. Сильно давить не пришлось. Проблема тут же обозначила себя. Ранее маркером эту трещину у себя на ИСТУ отметил сам владелец головки. Чтобы впоследствии не искать эту проблему, сварщик Андрей накернивает ее по всей длине, повторив движение трещины по головке. При более детальном рассмотрении видно, что трещина пересекает и сам опорный бугель постели распредвала. Теперь, когда понятен объем работ, согласована сумма, мы приступаем к реализации ремонта. Первое, что нужно сделать, это воссоздать герметичность головки. И затем восстановить постель распредвала. Все остальное хозяин сказал, что будет делать самостоятельно. А поэтому сварщик приступает к разделке трещины. Сперва он кладет головку в мойку, обрабатывает поверхности раствором химии и разными щеточками очищает головку от всевозможной грязи. Затем сварочной дугой проявляет трещину и смотрит, как туда она идет. Трещина начала движение от корня опорного подшипника, но не зашла на него и не обошла вокруг. Это уже радует. Далее она пересекла бугель и наполовину пошла до следующей опоры. Теперь требуется распустить, удалить все лишнее в зоне трещины. И самое главное, разделать опоры. Первоначально делает это фрезеровщик Сергей на станке. Итог разрезки и подготовки зон сварки вышел вот таким. Как мы это делаем, мы уже не раз рассказывали, а посему в этом видео я попросту пропустил этот момент. Писечка готова, сейчас будем греть головочку. А сейчас о той самой истории, происшедшей с машины. Итак, некий покупатель приобрел у дамы авто. В головке травил сальник распредвала, то есть стекло маслица. Покупатель полез менять сальник самостоятельно. Снял клапанную крышку, бугель, поменял сальник, все собрал до кучи и поехал. Но ездил он совсем недолго. В один прекрасный момент, причем очень скоро, двигатель дал клина. Человек не захотел заморачиваться и разбираться, что же с этим всем делать. И попросту продал автомобиль тому самому мастеру Стилу, который теперь уже стал нашим клиентом. Со слов Николая, машинка находится в довольно-таки очень хорошем состоянии и по кузову, и по другим агрегатам и механизмам, а также по состоянию самого салона. Он говорит, салон вообще в идеальном состоянии. Какое-то время новый владелец не занимался ремонтом приобретения, сказывалось отсутствие времени, но наконец-то, когда оно, то есть время у него появилось, он приступил к ремонту. Естественно, первое, что Николай сделал, так это сдернул ГБЦ с двигателя. Причину выявил очень быстро. Оказалось, что продавец, когда поменял сальник и ставил бугели, то набузовал под бугели, да и под саму клапанную крышку, очень даже чрезмерно герметик. Наверное, я думал, что кашу маслом не испортишь, однако испортил. Герметик попал в масляный канал бугеля, перекрыл его, в результате масляное голодание, перегрев и клиент. На первый взгляд, беда случилась очень даже удачно, как показалось на тот момент. То есть моторист подправил шабером постель, там где заклинило вал, это был средний подшипник скольжения, также полирнул соответствующую шейку вала, поставил все агрегаты и запчасти на место. Поехал, вроде как все, но вновь ездил недолго, стал уходить антифриз, а в поддоне образовалась эмульсия. Дальше моторист что только не предпринимал, и он никак не мог подумать на головку, крутил, вертел, блок цилиндров, опрессовывал, шлифовал поверхность, делал еще ряд иных операций, но ничего не происходило. Проблему выявить не удавалось. И вот только тогда Николай решил опрессовать ГБЦ. И вот только тогда он таки выявил проблему. Как считает сам мастер, во время клина распредвала, значительному напряжению подвергся подшипник скольжения, тот самый, где впоследствии появилась трещина. Именно там пришлось править бугель и полировать шейку. В результате воздействия чрезмерных сил появилась трещина, которая не была замечена, или она была скрыта внутри. С началом работы двигателя, после устранения последствий, эта трещина расползлась, и соответственно появилась другая, иная проблема. И теперь без сварки, заварки, и восстановления постели никак не обойтись. Вот так, ребята, излишки герметика, всего лишь навсего излишечки, сотворили беду на ровном месте. И хозяину авто проще стало за копейки, по сути, продать автомобиль. Всего лишь навсего перебор с герметиком. Ерундовая, казалось бы, операция, произведена неверно, а повела за собой целый ряд больших капиталовложений и ремонтов. После производства сварки, обязательно проверим головку на герметичность. Как видимо, прессовка не выявила, каких бы то ни было проблем. Теперь ГБЦ можно пустить дальше в обработку. Для восстановления постели нам нужны бугели. Блок бугелей здесь идет в сборе, а поэтому поставим метки, что и как здесь стоит. Расточник координатно-расточного станка ставит головку на станину, выставляет ее по уровню. Края головки в нулях, а вот среднюю опору сваркой утянуло вовнутрь. То есть образовалась яма. Ну, яма небольшая, всего в десятку, но она есть. Сперва Виталий восстанавливает плоскость опоры. Далее он берет координаты шпилек и размечает в новой опоре будущие сверления. Теперь дело за малым. Просверлить отверстие, нарезать резьбу М8, сделать занижение и рассверлить под направляющий. Что, собственно, Виталий сейчас и делает. Рассверлил с веровым десяткой под направляющий. Проверю, что выходит. Теперь уже приступает к нарезке самой резьбы. Далее следует занизить опоры на две десятки, чтобы восстановить постель. Но занизить у первой опоры нужно так, чтобы не трогать всю остальную поверхность прилегания клапанной крышки. Поэтому Виталий ставит бугель и обводит его маркером. Теперь резцом приступает к съему металла. Как видим, здесь мы сделали касание. Полностью прошли опору. А вот противоположную резец не коснулся. В этой опоре также нет касания на противоположном. Лишь немного. Здесь та же участь. Здесь нет. Далее совсем чуток. Вот теперь визуально вы видите, какая здесь есть яма. И здесь чуток. Крайнюю зацепил резец на обоих поверхностях. Таким вот образом Виталий снимает и занижает на одинаковое расстояние. А вот теперь уже можно придать заваренной опоре окончательную форму. Сферическая фрезу и тухарь делает проточку в наваренной опоре. Естественно, ориентируясь по соседним опорам. Делает это для того, чтобы в этом месте прошла штанга для расточки постели. Теперь Виталий убирает головку и ставит пакет с бугелями. Выставляет их по уровню и также снимает две десяточки из них. Ну а далее дело за расточником Тимофея. Делает он все это так же, как и всегда. По диаметру шейки распредвала растачивает постель за несколько проходов. Сперва в ноль, а затем увеличивает диаметр на пять соток. Делает таким образом на всех шейках. По окончанию работ обязательная проверка. Сперва нутромером, а затем уже и в реальном виде. Тимофей ставит и обжимает в постели распредвал, проворачивает в ней и как видим распредвал вращается двумя пальчиками. Работа выполнена и на момент выхода этого ролика машинка уже собрана и она уже бегает. Теперь уже все с ней в порядке и проблем отмечено не было. Ну а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, кидайте до нас, задавайте вопросы, обязательно ответим и без аварийных вам поездок.